Недалеко от метро Лесная, на Киото 27, находится Киев Научфильм, и я иду на озвучку. Вы знаете, в последнее время я часто слышу о людях, которые решили начать заниматься озвучкой или дубляжом. Ну, то есть раньше они работали в других сферах, но вдруг их заинтересовало именно это направление деятельности, работа перед микрофоном. Но, начиная идти по этому пути, они, конечно, сталкиваются с трудностями, потому что важно не только иметь приятный голос, нужно иметь им правильно пользоваться. Существуют определенные правила и техники для дикторского голоса, которыми нужно овладеть, чтобы действительно говорить эффективно и выполнять поставленные звукорежиссером задачи. А я пришла себя озвучить в фильме. Там, по-моему, у меня всего одна сцена, поэтому, думаю, займет именно пять, не больше. Смотрите, какой сохранился аппарат интересный здесь. Боже мой, да, это старая камера. Потрясающей красоты, а? А вот тоже камера стоит хорошая. Я еще, когда начинала сниматься в кино, меня снимали еще на такие камеры, на пленку. Восемь и девять. Вот она, Кува Саунд Продакшн. Впервые на экране вижу смонтированную сцену. И моя задача в характере моего персонажа – озвучить саму себя. Попасть ляп в ляп, как мы называем это на профессиональном языке. Карту пациента. Так. Угу. Мужчина, не делайте мне вырванные годы. У нас тут вообще мы мало чего слышим. И вообще, все претензии к главному врачу. Претензии? И вообще, все претензии к главному врачу. Это он у нас с управлением воюет. А мне до пенсии месяц остался. Ну? Ну вот, как я предполагала, мне понадобилось всего лишь пять минут для того, чтобы озвучить себя в этой одной сцене. И большое спасибо звукорежиссеру, что от него я узнала, как же называется этот фильм, в котором я снималась. Потому что фильмов много, я всегда забываю название. Вот. Это была моя сцена в фильме «Источник». Одна всего сцена, но зато, честно говоря, очень смешная получилась. Я рада.